доброго дня товарищи сегодня мы поговорим о том как не стать редисками то есть о том как не слепить встречку на праворудном автомобиле и да да я понял сейчас вот некоторые уже сказали когда уже ты запишешь ролик лучше ли электромобиль или хуже чем двс все уже записали такой ролик а ты столько ездишь и не записал я уже как бы отвечал что я жду пробега в 100 тысяч километров россии этого автомобиля и в принципе я уже его практически дождался осталось 300 километров может 400 проехать и будет ролик будет все вообще по полочкам с техобслуживанием так далее так далее но вернемся к нашим редискам значит для того чтобы не слепить встречку я приопустил световой пучок ну то есть как бы я ездил мне никто особо ничего не моргал вообще никаких проблем дискомфорта я никому не доставлял но я доставил некий дискомфорт себе почему потому что я потерял где-то метров на двадцать-тридцать дистанции освещения это нехорошо плюс как бы изначально любой праворульный автомобиль правую обочину плохо освещает то что для него это не обычно это встречная полоса изначально мы получается что все что на обочине мы замечаем последний момент там кошки какие-нибудь собаки люди опять же знаки так что я ждал нормального решения и вот андрей чемятин из кемения насколько я помню наконец-таки изготовил нужной штуки сейчас покажу о паньки вот они так выглядят детали которые можно заменить в штатной фаре светодиодный на алифе первого поколения и получить даже галку в нашу в нужную сторону да она будет немножко наверное похуже чем в леворульном варианте потому что все таки это отфрезерованные детали может быть не такие точные я смотрю ну не знаю может быть сама поверхность не только это участвует в формировании пучка так или иначе мы все увидим как что у нас вышло а пока могу сказать только то что в целом выглядит неплохо андрей спасибо ссылочки на тебя оставлю в описании я думаю редисками перестать быть многие захотят ну точнее как конечно опустить свет это тоже нормальный вариант мне никто за последние там два года не моргает уже потому что я нормально скорректировал свет но мне хочется чтобы все таки у меня без потери потребительских качеств все это получилось то есть чтобы дальше вам посвятили диодные и чтобы соответственно на обочину на мою на правую хоть небольшой процент света все-таки уходил потому что знаки подсвечивать неплохо было бы а самое главное это пешеходы сейчас осень близко в темное время суток пешеходы ну бывает в темной одежде возникают очень внезапно без нормальной засветки обочины вот это собственно безопасности на безопасности экономить не стоит если есть решение нужно им пользоваться так считаю мы поехали посмотрим так приступим к разборке для того чтобы нам снять фару я думаю потребуется разобрать лючок этот снять вот эту вот пластиковую штуку наверное снять вот этот вот декоративный элемент он отдельно от фара вот идет и потом уже как-то наверно будет выходить фара ну это я собственно покажу вам и так мануал читать некогда значит работаем по ситуации это вот штука снята но двигается она вот и заодно вот этим кожухом который вокруг зарядных портов поэтому чтобы все сдернуть я вот откручу вот эти четыре винтика и сниму лючок теперь значит эта штука вся легко снимается ну короче одной рукой не удобно но в общем поверьте нас снимается она легко так небольшое уточнение вот здесь вот клипсы не клипсы а просто защелки вот такие вот раз и вот здесь вот два поэтому вот эту верхнюю часть просто тянем вверх она вот так вот отщелкивается надо просто смелее тянуть вот эта часть уже совершенно легко вылезает здесь вот в общем говоря вот так вот раз ну и с той стороны так раз раз поэтому не надо даже ничего корячиться проще их разделить эту и ту и так дальше снимаем вот эти маленькие треугольнички я так понимаю откручиваем вот эту штуку вон ту штуку ну собственно штуки болты обычные винты наверное и должна нам оказаться у нас руках план такой поехали и так как и предполагалось снимается это все просто значит два болта открутили и вот вот этот вот молочно желтый шарнир вставляется вот в этот беленькую беленький держатель поэтому просто берем вот этот элемент декоративный и тянем наверх он выходит из зацепления так дальше что мы видим мы ну вот открылся доступ к одному из болтов фары очевидно остальное остальное крепеж под бампером будем выдергивать бампер у бампера у нас вот здесь вот два так сказать болта откручиваем и смотрим дальше где еще что есть так вот в этом месяце у нас первая сложность наверно назревает значит тут не очень все чисто надо было помыть машину сначала ну ладно значит в этом месте должен быть винт который крепит бампер к пластиковой штуке которая здесь его поддерживает на защелках так вот этот винт наверное по мануалу будет написано что нужно вот этот подкрыл и где-нибудь там открутить еще что-нибудь но делается на мой взгляд проще вот он там свободно ходит сейчас его чуть-чуть оттопырю но опять же двумя руками надо делать и вставлю так вот туда инструментик и откручу этот винт поехали поймал нащупал головку винта в общем вот так это делается дальше просто крутим и винт у нас руках ну вот такой вот винтик извлек я оттуда все это обратно встало на место как тут и было ну а теперь берем и тянем вот эту вот штуку на себя и вверх и вот по фару все это отойдет ну вот как то так вот она вышла из зацепления и вот здесь вот тоже вышла из зацепления от фары теперь то же самое с той стороны и будем оттопыривать поскольку у вас вот такой штуки скорее всего не будет это выдвижной габарит так выезжает доп опция поэтому вам будет все проще сделать мне нужно найти еще специальный ключик которым я наверно вот это вот гаечку должен отвернуть снять колпачок только потом у меня бампер отойдет как и предполагалось вот такой вот элемент держит всю эту штуку открутил я это такими вот съемник стопорных колец по моему называется короче принципе не сложно вот так вот выглядит оттопыренный бампер и здесь мы видим мы видим мы видим вот я думаю вот этот есть недостающие крепление фары сейчас попробуем открутить раз значит с этой стороны с этой стороны два и соответственно три вот здесь под декоративным элементом оказалось что фара всего на трех винтах крепится раз два три открутил теперь просто 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 вот эти вот разъемы отсоединяем раз разъем и два разъем с корректора вот с корректора снялся легко это у нас что это у нас соответственно основной свет где у него там снизу у него язычок ну короче говоря и двумя руками надо и потом когда этот разъем отсоединили фара просто берется и поднимается и уносится куда-то в теплое чистое место для того чтобы дальше продолжить разборку поехали ну вот как то так это все выглядит разобранный автомобильчик на всякий случай с него может быть кому чего интересно там будет где где что находится где собственно вот там вот оттуда ту баночку еще одну вытащил точнее не одну а обе куплю покруче тоже стояли самые дешевые китайские моей комплектации x не было туманок к сожалению все было туманок не было вот как то так итак товарищи начнем вот она фара значит сразу скажу обязательно подстелить что-то мягкое под фару иначе все стекло и стараться потому что с фара будет неизбежно скатывать все эти песчинки и попадать между фары между стеклом и поверхностью стекло пластику естественно да стекло пластика ну вы меня поняли значит еще я продукт компрессором по периметру шоу чтобы меньше песка высыпалась но он все равно будет высыпаться это уже проверено так перво-наперво откручиваем откручиваем вот эту вот штучку эта штучка держит наш бампер 2 по периметру вот эти все винтики откручиваем эти винтики держат вот открутили винтики забыл сказать нам потребуется как минимум четыре плоские отверстия ну ладно три как минимум три значит одна чтобы отжимать ну я покажу что отжимать а две чтобы раздвигать вот эти вот защелки держат стекло поэтому мы маленькой отверточкой поддеваем вот так вот пластик он достаточно мягкий и одновременно сюда вставляем большую отвертку и отодвигаем его ну сейчас увидите греть фару не обязательно насколько я понял здесь при комнатной температуре там принципе герметик достаточно мягкий приступим теперь нам нужно собственно снять стекло удобно конечно если это делать вдвоем но как вы увидите и одному это делать вполне под силу главное делать никуда не спешить и все у вас получится таким вот поворотом вокруг своей оси потихонечку расшатываем этот клей это очень такой тягучий ничего страшного вот все на ребро у меня отвертку уже встала вот на распорку лицевую часть можно сказать отодвигли почему отвертки минимум три должно быть потому что вот та занята и сейчас с другой стороны нам предстоит сделать то же самое соответственно здесь уже лучше если у вас еще одна отверточка будет если нету в принципе все равно хватит поехали где острый край здесь лучше в последнюю очередь открывать потому что здесь самое такое тяжелое место так 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 Продолжение следует... Есть, есть, вот она, вот она эта штука. Значит, самое главное, внутрь ничего не трясти. Вот видно, что она вся чистенькая, поэтому откладываем тоже на другую тряпочку с стеклом вниз. И продолжаем разбираться с фарой. Нам нужно добраться вот под этот синий отражатель, вот туда вот. Для того, чтобы туда добраться, необходимо с обратной стороны фары открутить три регулировочных болта на максимум. А еще лучше, если запомнить примерное положение, в котором они находятся. Тогда меньше заморочек будет с регулировкой. И мы начинаем откручивать. Самое главное, когда доставим эту штуку, не брать за отражатель. Вот она. То есть берем за внутренние поверхности ее. Теперь можно, в принципе, вытащить, отключить лампочки. Я отключаю дальнего света лампочку разъем. И я отключаю, я просто вытаскиваю габарит целиком. А от светодиодных, как бы, светодиодных все коннекторы отсоединять я вам не рекомендую. Они нам, в принципе, никак не мешают. Дальше. Вот он, нижний отражатель. Это отражатель ближнего. Нет. Нижний – это отражатель дальнего света. Соответственно, белый. Соответственно, мы его откручиваем. Держится он на трех винтах. Под обычную крестовую отвертку. Почему мы его откручиваем? Потому что он нам мешает снять синий отражатель. Именно нашего светодиодного света, который мы будем дорабатывать. Все. Вот, значит, три винта открутил я. Я сказал, открутил. Открутил. Он у меня в руках. Это наш дальний свет. Вот так выглядит наш дальний свет. Вот так вот. Вот так выглядит наша, значит, штука, с которой мы работать будем дальше. Вот у неё в таком-то вот крепёж. Последовательность такая, что сначала снимается синяя штучка. Поэтому постараемся откручивать в первую очередь те винты, которые совершенно ясно, что держат синюю нашу деталь. Так, что интересно, собственно, зачем мы снимали отражатель дальнего цвета. Один болт находится с обратной стороны. Вот у нашего синего отражателя. Точнее, это не отражатель. На самом деле синий, это просто деталька декоративная, насколько я понимаю. Формирование светового пучка она никакой роли не несёт. Вот она такая вот деталька. Такая вот. Итак, в руках у меня сборка именно светодиодная. С отражателем, который и формирует световой пучок. Он состоит из двух частей. Вот эту вот часть, которую мы видим. Что-то у меня камера тормознулась. Ну ладно. Не знаю, на каком этапе она тормознулась. Но продолжим, значит. Снимаю я сейчас отражатель белый, который формирует ближний свет. Точнее, заканчивает формирование. А вот этот синий я уже снял. Не знаю, видели вы, нет, как я его снял. В общем, он крепится на трёх болтах. Один из них с обратной стороны. Дальше пошли. Значит, все болты с этого отражателя я открутил. Снимаем вот этот вот отражатель, который формирует наш ближний свет. Так. Дальше вот мы и добрались. Вот этот вот отражатель, вот этот отражатель мы и должны заменить на наш изготовленный специально под левый руль. Вот здесь, чтобы его открутить, вам нужна очень хорошая отвертка, потому что у меня они затянуты сильно. И если вы сорвете головку, будет очень и очень неприятно. Слышно, как они со щелчком откручиваются. Там, наверное, даже резьбовой герметик применен, судя по цвету этих болтиков. Ну, обратно мы ставить его будем, конечно, без герметика, без сети. В общем, куда он не денется, мне кажется. Так. Все. Детальку мы снимаем. Вот эту детальку снимаем. Вот. И ставим на ее место ту, которую... То, ради чего мы, собственно, и все это затеяли. Центрируется она по шпилечкам, поэтому все просто. Ну, а теперь, собственно, собираем все в обратной последовательности. Не забываем воткнуть два разъема, в которые мы отключили. Фару проклеивать, менять герметик не требуется. Можно прямо на старый, я думаю, посадить. Ничего страшного. Никакого криминала в этом нет. Ну, и наслаждаемся тем, что мы теперь никого не слепим. Что у нас теперь все отлично. Хотя, конечно, надо сходить проверить. И это еще не точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, примерочка у нас пошла. Одну фару закончила, решил посмотреть, как это будет смотреться. Вот у нас настоящий леворульный свет получился, а он на той створке у нас праворульный. Я немного переживал, что качество обработки поверхности немножко отличается от оригинала, да, то есть не такая зеркальная. Но, судя по яркости, я прям даже таки не могу сказать, что это на что-то повлияло. Видимо, все-таки в данном случае полировка не обязательный вариант. Собственно, дальше что? Дальше вторую фару переделать, все собрать, отрегулировать. Но регулировать лучше ночью, конечно, или хотя бы попозже, чтобы почетче выставить. И, в общем-то, как бы больше не буду вас задерживать. Я думаю, все, в принципе, понятно. Ролик, наверное, и так вышел очень длинный. До конца досмотрели только самые стойкие. Итак, ночь. Смотрим на световой пучок. Вот у нас ближний свет фар включен. Вот такую засветочку дает. Видно, да? Вот эта вот часть, это у нас как раз на нашу направую обочину, как положено, галка. И, в принципе, я хочу сказать, очень неплохо так. Очень так неплохо. Прям я доволен. Прям хорошо получилось. Так что, если, ребят, кому нужно, в черноземье, можете обращаться. По сходной цене тоже могу вам такую штуку сообразить. Вот как-то вот так вот выглядит световой пучок. Ну, я считаю, нормально. В любом случае, теперь мы встречку никак не будем слепить. Все по ГОСТу, как говорится. Так что, всем пока. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...